друзья привет сегодня такое видео ролик интересный один хочу сделать небольшой то есть вот люди заказывают у нас вот такой вот масляный фильтр и думают что мы найдем оригинал мы пытаемся постоянно это сделать но его с каждым днем становится все меньше и меньше и то есть мы уже давно не видели его то есть он давно нам не приходил оригинальный фильтр это вот прошла прям очень хорошая скажем подделка но все же опять же это не он то есть мы даже не с первого раза поняли что это подделка то есть и хотел немного вот показать вам то есть коробка она что такая что такая может быть тут как бы роли особой нету придраться ни к чему то есть они убью прям сделаны хорошо ну не в этом суть есть явная подделка есть вот очень похожая на оригинал то есть во первых она должна приходить вот вот так вот никак не вот так это первый вариант но точнее первая часть то вот видите там клея местами есть местами нет криво плохо сделано да то есть это уже так не должно быть у оригинала здесь конечно не видно но там вон он если видите чётенько там все сделано вон его прям везде этого клея много просто скрывать нельзя просто вон там про массы но опять же конструкция кстати даже вот видите как тут сделано там перфорация внутри как сделано на контрафакте клапан здесь клапан там полное вот отличие этих фильтров самое главное не поленитесь почитайте это прям вообще бред он с мануал то есть вот это с должно быть здесь было полностью мануал то есть не должно быть никогда орфографических ошибок вот тут то они попались вот на этом вот как здесь о вниверс мануал какой-то у минус у вниз какой-то даже нельзя правильно прочитать также стать и шрифты разными здесь это вроде как почетче но вот эти да в общем я не рекомендую вам больше брать такой фильтр есть хороший аналог ему то есть вот запомните этот артикул его уже у нас практически не осталось очень много подделок отложим их а вот фильтр который является полным аналогом и будет в разы лучше чем вот это вот скажем шляпа но у нас нет оригинального не попался в этот раз то есть есть оригинальный но на китайский рынок и то есть получается как это можно отличить до упаковки тут никак в данном случае не отличишь вот в китайцам вот так делают кстати у германии кореи так далее делают вот так вот видите разница то есть по коробкам нету тут отличия тут отличия в самом фильтре во первых как бы это показать размер гораздо меньше хотя они должны быть одинаковые с китайским во вторых если китайский то у него не будет закатки грани видите и здесь нету на подделке она должна быть то есть если не китай то должна быть закатка грани если китай то ее нет это такая специфика просто на заводе в китае закатка грани это вот если вы увидите я не знаю как правильно показать вот она то есть идет ровно-ровно-ровно потом бах вот этот прыгал вот это будет называться закатка грани также вот шрифт он такой весь у китайцев прям сильно насыщенный у оригинала будет она ну вот так же тоже выглядит у германии блехло скажем так ну и самое главное отличие опять же среди сколько здесь у нас клея он они прогала сейчас фокусируется там там есть вроде чуть-чуть и как здесь китайцы молодцы сделали грамму грамотно хорошо маги много там сегодня на и наложили отличный фильтр но на китайский рынок и не надо бояться что бренок будет хуже у него там все хуже китайцы же хуже делают не переживайте мы уже распилили много фильтров разных ман под китайский рынок и то есть у всех там незначительная то есть например длина бумаги уплотняющий у оригиналов к примеру метр то оригинального китайского будет на 5 сантиметров меньше это вообще никак не скажется на работе двигателя так что ну примерно вот что хотел показать еще по моему то что вот видите как внутри у оригинала должно быть то есть это не китайского если вот так вот должно быть у китайского они просто сделали по-другому другая система сделала клапана то так что запомнить артикул всем спасибо